Напомню, в Коми начали диагностировать COVID-19 без проверки первичного теста в референс-центре «Вектор». Диагноз «новая коронавирусная инфекция» отныне ставится по первичному положительному тесту, полученному в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Коми. Направлять Новосибирск первичные положительные тесты на коронавирус больше не требуется. Об этом в своем видеообращении к жителям региона накануне рассказал в Рио главы Владимир Уйба. Ну а сегодня он продолжает лично информировать жителей Коми о мерах, которые предпринимают власти Республики. Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Сегодня наше очередное включение. Снова расскажу вам об эпид-ситуации в цифрах. На сегодня мы имеем окончательное подтверждение 402 случая. Как я вам вчера говорил, мы больше не подтверждаем в референс лаборатории «Вектор», а соответственно каждый день у нас сегодня фиксируются случаи без накопления. Хочу сразу ответить на очень многочисленные вопросы, где и как люди проходят лечение. Лечение проходят в легкие формы на дому, и это карантин, и безусловно это большая часть. Средние и тяжелые проходят в стационаре, это как правило инфекционная больница. Сегодня в стационаре у нас 227 человек, они входят в цифру 402. На самом деле, на сегодняшний день выздоровление по заболеванию коронавирусной инфекцией, это не просто выздоровление по клиническим симптомам. Это нужно обязательно получить подтверждение лабораторное после выздоровления и двухкратное. Причем эта двухкратность должна быть не реже, чем через день. Поэтому, как только человек клинически выздоровел, и у него взяты двухкратные отрицательные, полученные отрицательные анализы, человек считается выздоровевшим. Еще одна новелла, она связана уже с просьбой работников скорой помощи, заключается она в следующем. Если вы делаете вызов на скорую помощь, не связанную с коронавирусной инфекцией, но при этом вы были в контакте, нужно обязательно об этом говорить. Потому что тогда бригада скорой помощи одевается в изолирующие костюмы, тем самым создает безопасные условия для своей работы. У нас очень ограниченное количество врачей, давайте будем беречь и врачей, и средний персонал. Поэтому, если вы вызываете по другим симптомам бригаду скорой помощи, но были в контакте, обязательно об этом говорите. Я вчера встречался с уполномоченным по делам ребенка в республике Коми Татьяной Анатольевной Козловой. Хочу сказать, что это, конечно, удивительный человек. Я получил просто истинное удовольствие. Она предана делу, предана детям. Мы с ней практически час обсуждали вопросы. Вопросов очень много. Но хочу сразу сказать, что таким людям хочется помогать. И вопросы, которые она поднимает, очень злободневные. Это и строительство инфекционной больницы, это и строительство перинатального центра, это и помощь детям, связанным с реабилитацией. И, конечно, несмотря на то, что вопросы очень большие, емкие, будем точно решать, точно будем строить, в первую очередь, инфекционную больницу. Тем более, она показала сегодня ситуацию, она очень нужна. Безусловно, будем решать вопросы и попросить помощи у федерального центра, в строительстве перинатального центра. Я еще раз хочу напомнить, что режим самоизоляции – это важная мера профилактики. Появилось солнце, появились такие теплые дни, очень много людей на улицах. Прошу вас еще раз, прежде чем выйти, подумайте, надо ли вам это делать. Всего вам доброго, берегите себя. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин